Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Чем отличается поведение бедных людей от поведения богатых людей? Задумывалась когда-нибудь? Ты знаешь, я не то, что задумывалась. На самом деле не задумывалась. Это когда ты вот только сталкиваешься, тогда начинаешь задумываться. Но оно отличается очень, конечно, сразу отличается. Оно видно, сразу же отличается. Ну да. Ну вот в магазине ты видишь там на кассе работника. И ты видишь по поведению, будет этот человек когда-нибудь богатым или нет. И оно очевидно. Вот есть такие мелочи, которые просто палят людей по-крупному. Например, если человек там, например, тебе отказывает в чем-то и кайфует, вот это такое мелкое самоутверждение, мелкая пакость, человек никогда не будет богат. Он просто никогда. Либо он там выслуживается перед хозяином, там скидку сделать или не сделать. И вот он выслуживается. Он не заработает на этом, но он выслуживается. Он выслуживается. Сигнал бедности. Вот это про бедность. Сигнал бедности, да. Не даром же говорят, что этот синдром вахтера, да? Ну да. Это тоже показатель бедности. Да, это ты знаешь, что точно так же. Я очень часто, кстати, видишь, когда сразу вопрос, то не это, а когда вот я еду, допустим, за рулем, и дорогу переходит пешеход, да, то ты сразу видишь по нему вообще есть у него машина или нет. Будет ли когда-нибудь машина у него или нет. Это тоже о бедности. Тоже, да. Да, сразу видно. Ну и точно так же в потоке, а ты видишь по машинам. На самом деле и бедность, и богатство – это об интеллекте. Это об интеллекте. Это о менталитете человека. Причем это и об интеллекте, и вообще и о программе ума в том числе. И обо всем этом. И даже вот интересно, может, обращала внимание, если ты едешь по той же кольцевой на скорости, ты можешь увидеть, за рулем сидит владелец автомобиля, автомобиля или его шофер. То есть владелец автомобиля никогда не будет играть в шашечки, никогда не будет подрезать. Либо же, например, такой момент выталкивания другого человека с дороги, когда говорят, если ты едешь медленно, то ты тошнот, да. Но ведь на самом деле, если ты едешь сзади и подпираешь другого человека, это жлоб, ты экономишь топливо. То есть если выбирать между тошнотом и жлобом, то вот жлобами чаще всего являются водители. Не владельцы транспорта. Владелец транспорта не рискует своей машиной. Почему шашечки играют владельцы? Ну, это не такие шашечки, как играют их водители. Владелец там на каком-то драйве может проехать пару километров, потом успокоиться. А вот когда вот эти жесткие вещи на дороге творятся, и ты видишь, что идут там дорогие машины на перегонки там и так далее, то, как правило, это не владельцы, это либо их дети, либо их родители. Ну, были их дети, может быть, да. Но это... Те, кто не заработал, и те, кто не осознает. И ценность жизни в том числе. Ну, понятно. Ну, тут как бы-то, ну, может. Человек... Я даже обращала внимание, интересно, когда там на тех же самых машинах, ну, а-ля гелик таких, ну, ты за рулем сразу видишь, кто сидит по белой рубашке. Заработал, не заработал. Заработал, не заработал. Ну, здесь, да, тут. Ну, здесь можно, конечно, видно, да, можно. Ну, и желобом никто... Вот если это владелец, то он подъедет на какую-то дистанцию и может помигать фарами. Пропусти, пожалуйста, да. И ты можешь его пропустить, он тебя в конце поблагодарит. Если это владелец, он даже не поблагодарит. Он тебя будет выталкивать с дороги. То есть вот это поведение, поведение вахтерское, оно присуще людям с бедным интеллектом. Бедным интеллектом, да. И опять-таки, здесь и о ценности, и, знаешь, и об интеллекте, и здесь и об интересе к тому делу, которым человек занимается, и интересе к бизнесу и так далее. Когда ты, например, увлечен своим делом, если ты варишься постоянно в своем деле, то, как правило, ты не на драйве летаешь на машине, а ты вот эти вещи, когда ты едешь за рулем в спокойной обстановке, ты еще используешь твои мысли, варятся в озарениях каких-то по своему делу. То есть ты еще вот в том менталитете, и тебе тогда торопиться не надо. У тебя все есть. Ты уже не бежишь. Ты ценишь. Да, ты ценишь то, что ты имеешь. Ну, вот именно ценишь. И твое внимание направлено на создание нового, а когда ты создаешь новое, ты не рискуешь, тебе не надо вот эти вот попытки самоутверждаться за счет автомобиля, еще за счет... Это либо очень такое детство-молодость дети, либо водители. Ну да. То есть это такая средняя категория. Когда человек в своем интересе, он все время сконцентрирован на интересе. И он оторваться от него не может. А тогда вся остальная жизнь для него протекает спокойно, соразмеренно, опять-таки в его интересе. Тогда нет успешки. И тогда нет понижения частот вахтера, потому что вот эти вот моменты самоутверждения, моменты вытолкнуть, показать, какой я, проявить эго. Вот эта вот херня, она присуща недоразвитому сознанию. И она потом, что имеет в основе? Она имеет в основе конкуренцию, где-то вину, обиду, злость, попытки самоутвердиться и так далее. Это весь низкочастотный диапазон. И весь этот низкочастотный диапазон работает на то, что ты не будешь иметь денег. Вплоть до мелочей ты можешь эту машину хозяина поцарапать, побить там и так далее, если речь о машине. Точно так же о любом другом недвижимости, о другой движимости-недвижимости. Но мне нравится, когда вот спереди, если едет тошно, то его выталкивает с дороги жулок. Особенно вот эти моменты мне интересны, когда вот человек же с интеллектом видит, вот, например, там в 5-6 часов вечер кольцевая загружена полностью, да? И ты идешь, и впереди тебя идут машины примерно на равной дистанции, идет поток. Вот ты сколько с горки видишь, сколько видишь, что все забито машинами. И в это время находится жлоб, который пытается сесть тебе на багажник и ехать за твой счет. И вот я, когда такое вижу, я тогда нажимаю обязательно тормоз, вот, чтобы человек увеличил дистанцию. Потому что я не хочу снять свои машины. Я тоже уменьшаю скорость, да, тоже. И наказываю таким образом. Ничего у меня сидеть на хвосте. Ну, я перейду свою машину. Да, так если ты такой спешащий, ну, так едь, объезжай, а я еду своей дорогой, своей скоростью. Ну, видишь, там человек, очевидно, что он не может обогнать, и он тогда начинает пытаться выпихнуть, а как компенсация этого, экономия топлива. Ну, жлоб, это опять-таки состояние бедного человека, ну, небогатого человека. Я, видишь, как-то не смотрела с этой позиции. Я даже таких и не знала. Жлоб и как еще? Тошло. Я такого даже не слышала. Поэтому для меня как-то это... Я как бы... Такого я не слышала, не знаю. Жаргона такого. Не, ну, иногда бывает удивительно, когда, кстати, вот обычно и жлобами являются машины, ну, такие, дешевые. То есть, они реально подвешиваются сзади, у тебя висят. Зачем ты висишь? То есть, логического объяснения нету, потому что даже если тебя вытолкнут с дороги, впереди следующую, следующую, ну, сколько это? Ну, три машины вытолкнешь, ну, пять. А если их колонна идет, то там бесполезно толкать. То есть, когда, ладно, там одна какая-то преградила путей, ну, такое бывает. А когда впереди колонна, то смысла нету. И тогда вот висящий так вот на багажнике понимает, что человек просто тупо пытается экономить топливо. Кстати, это очень хорошо в Польше было заметно с этой экономией топлива, когда, например, знак 70, и по зарядке аккумулятора электромобилей было видно. Вот ты едешь в этом потоке, там все тошнят, там медленно, да? И ты смотришь, а у тебя заряд только тун плюс 20 километров, тун плюс 20 километров. Ты вроде расходовать должен, а ты присосался к какому-то грузовику, и у тебя, наоборот, заряд в плюс идет. Потребление резко падает. И то же самое и в бензиновых машинах. Поэтому вот эти вещи... Я даже этого не знала, что это на хвосте, если сидеть, то... Если очень близко к машине подъезжаешь, ты экономишь. Как? За счет... Нет экономии. Есть экономия. Ну как? За счет разряженного воздуха, за счет отсутствия сопротивлений. Ну, я даже этого не знала. А, да. Если пить, то я физику хорошо знаю. Тогда, да. Но видишь, у тебя сыновья, да, с гонками, поэтому ты и Тошнотиков, и... И Жлобов. А, Жлобов. Я такого не слышала, да. Это вот как раз шашечников жаргон, между прочим. Кого ты подчеркнула? Да, ты знаешь, мы когда ехали со средним сыном, он меня немножко просветил в этих вопросах, но мы наблюдали просто Жлоба, который сидел на хвосте у человека, который ехал в потоке. А мы ехали во втором ряду. И я даже сразу не поняла, рядом идут машины, а вообще без дистанции. То есть, ну, явно аварийная обстановка. И сыну говорю, слушай, вот зачем так люди делают? Ну, и объяснил все по-русски. Теперь я буду знать. Теперь ты будешь знать. Молодежь этим делом пользуется, жаргонами этим. Ну, это на самом деле опасно. Я живу, что я натуральна. Когда если меня сзади садится кто-то на хвосте, я понимаю, что впереди у меня цепочка машин. Толку от тебя. Я именно снижаю скорость. Я не торможу. Я снижаю скорость. И он тогда тоже снижает. И потом не выдерживает и объезжает. Флаг в руки. А я нет. Нефиг у меня сидеть на хвосте. Я такого вообще... Если ты такой умный, давай, играй свои шашечки и попер. А так нет. Я всегда держу дистанцию и еду. Я всегда соблюдаю скорость. Все. Ну, всегда же, если тебе будут бить зад, тебе надо увеличить расстояние спереди, да, у тебя хотя бы гордо сохранилось. Да, да. Вообще женская логика. Да. Но видишь, когда человек реально занимается хернёй, это значит, у него нет собственного интереса. Нет мозгов, да. Потому что, когда у тебя есть собственный интерес, то ты спокойно едешь, ты соблюдаешь правила, потому что тебе не надо лишний раз возбуждать центральную нервную систему, потому что ты в это время сконцентрировал внимание на чём-то своём, и в этом водительском трансе у тебя очень легко могут приходить озарения. И очень много чего хватаешь вот именно из этих трансовых состояний. Но этим пользуется тот, кто знает. А это мало кто знает, что в транс входишь. Когда ведёшь, это могут озарения приходить. Это надо знать. Ну, ты знаешь, но это же естественный процесс, который человек, любой человек, он чувствует. Человек не задумывается. Но он всё равно не задумывается. Он не задумывается об этом. Но во всяком случае, у него выпадает время, когда он уже сидит за рулём, он может подумать. Может побыть наедине с самим собой. Да, может побыть наедине с самим собой. И может подумать и решить какой-то вопрос, на который у него не хватало времени, там, просто обдумать его внимательно. За рулём он этому уделяет внимание, и он получает ответы на свои вопросы. Да. И это реально. Поэтому всё, что касается, когда у человека есть интерес, тогда у него будут и деньги, и решения его вопросов. И тогда будет ценность у него. И ценность. Ценность того, на что он заработал сам. Да, да, да. И рисковать у него тем не будет. А ведь точно так же, это же касается и отношений, и семьи, это касается и денег, и бизнеса, это касается и здоровья, и всего абсолютно. По молодости, вот мужики же, они не ценят, например, своё здоровье. Они лезут, карабкаются куда-то, они там поднимают тяжёлое, рвут спины там и так далее. Бездумно, да. А один раз бездумно подорвался, и потом так хлоп, и уже в следующий раз подумаю. Но только через свою боль. Да. А ведь можно было без боли подумать. А кто из мужчин думает наперёд? Меня, кстати, эта черта в мужчинах просто вырубает. Мужики вообще не умеют думать наперёд. Знаешь, я сейчас скажу, наверное, нас обхают в интернете, сейчас скажу жёсткую штуку. Ведь на самом деле у мужиков их логичный ум, он на два шага вперёд просчитать не может. Казалось бы, как же, но все же решения принимают, все стратегии мужчины и так далее. Вот возле этих мужчин всегда есть мудрые женщины. Это может быть мать, это может быть жена, это может быть тёща, ещё кто-то. Но это будет сестра, но это будет женщина, которая где-то мужику даёт наводку на два, на три шага вперёд. А мужик уже чётко выстраивает этот свой один шаг. Но наводка у него всегда вперёд. Идёт от женщины. Ну, это да. Но у меня муж, он наоборот, продумывает всё вперёд. Наперёд он продумывает до мелочей. Поэтому я не могу сказать. Только в ту стратегию мужу можно закладывать. Это да. Но он продумывает. Я просто порой поражаюсь, если мы куда-то едем, то будет продумано всё, что надо взять. Ну, то есть касаемо пути. Вот на этот вот один шаг будет сделано всё. Это вот мужской ум. Ну да. Мужская логика. Но о точке назначения куда вы едете? Это да. Да. Но вот так, чтобы на будущее вперёд, то есть закидывать мужчины нет. Они не способны. Только женщина, да. Так мы даже с детьми смеялись. Я показывала им вот на примере и их же, и папы, и вообще мужиков. Вот смотрите. Вот ровно на один шаг, но очень кропотливо, очень грамотно, очень чётко, но один шаг. А на два, на три. А на два, на три нет. На два, на три женщина. Да, да. Женщина, она видит много вариантов. Женщина видит наперёд. Так так же, как и, да. Ну, потому что это вот женская такая. Так же и женщина, которой ребёнок маленький, она видит вот прям вот с задней, как это, с затылком видит, да. Да, да. Так это свойство развивает. Дети развивают женщину. Видение наперёд, и ты знаешь, где он порвёт коленки, где он там, куда свалится. Ты вовремя, уже рука готова, когда он готов шлёпнуться. Потому что ты знаешь, что вот он, он вот такой. И ты готова к этому, ко всему. Это вот с детьми и развивается. И ровно так же и бизнес, и всё остальное. Казалось бы, бизнес удел мужчин. Стратегия женщин. Да, сто процентов. У мужиков логики с колбой не хватает. Да, за всеми великими мужчинами женщина великая. Сто процентов. Более того, если вот посмотреть, там нас могут... Ну, только мужчина может не осознавать благодарность этой женщине. Вот это уже... Сто процентов. Вот это уже кака-ха-ха от мужчины. Если брать, например, прошлое и посмотреть, ой, так там же великие писатели, художники, музыканты и так далее, и так далее. И если вы посмотрите, то возле каждого великого была та, которая вдохновляла. Только это называется вдохновляла. А если посмотреть историю физики, математики, то конкретно она и делала, и писала, и так далее, и так далее. Да, на того же Толстого в самый простой пример. Продвигала. Посмотреть роль его жены в его творчестве. На Ленина. Роль Крупская в его творчестве и так далее. Везде была женщина. А при этом обесценена эта женщина. Да, и она обесценена. Да, потому что она добровольно, как бы, ну, из любви, да, как мать помогает, а мужчина обесценивает. И в этом на самом деле и горит мужчина. Да, да, да. Так же, как в мире, понаблюдай, вот прям, почему мир, ну, я про мир, ну, как бы, как это сказать, там, цивилизация наша, она на самом деле сейчас болеет и очень сильно, потому что обесценена женщина. Именно по этой причине. А сколько женщин вынуждено было писать те же книги под мужскими именами? Да, да. Сколько женщин вынуждено было отдавать свои, то, что они сами наработали, и расчеты, математику, физику. Потому что знали, что не будет принято, если она будет женщиной. Да, да, да. Вот это и на этом горят, конечно. Поэтому женских имен не так много вошло в историю. Почему? Потому что отдавали мужикам. Просто отдавали, чтобы это осталось неважно под чьим именем. Да. А должно быть не так. Все должно иметь свое место. Это искажение. В итоге, сколько стран женщин вообще не завели в ничто. Посмотри, арабские страны. Да, да. Просто жуть. Тот же самый Пакистан, Иран. То есть, видишь, эго мужское, оно вот раздувается. Оно должно... Я же мужчина, а ты женщина. Ну и все. Все гибнет. И стенку. Гибнет, да. Потому что на два шага ты вперед уже не видишь. А у женщины женский интерес, вот этот интерес к жизни, интерес к движению своих детей, интерес вообще ко всему. Женщина – это жизнь, да. Это жить, жить, жить. Интерес. Вот. Это женщина. А у мужчины наоборот. Мое, мое, мое. Загребти, закрыть, зажать, спрятать. И все. И нет жизни. Спрятал жизнь, да? Женщину спрятал, жизнь исчезает. Вот смотри. Казалось бы, если мужчины такие умные, вы посмотрите на процесс оплодотворения. Ведь не яйцеклетка оплодотворяет сперматозоид. Да, яйцеклетка ждет и выбирает. А их летит море. Да, да, да. А она выбирает, да. И получается, что при этом сперматозоид яйцеклетку проглотил. Вообще удивительные вывертыши. Слышишь, как змея яйцо, да? Так, когда натянул. Нет. Это удивительно. Точно так же, смотри, такой же вывертыш, как и сперматозоид яйцеклетка, ровно такой же вывертыш, интерес, деньги. Да. Детей. Я вообще в шоке сейчас, как в школах детей подменяют. Они работают за оценку, чтобы они потом работали за деньги. И пошло, пошло. Спрятан интерес. Да. Я считаю, что в школе просто обязаны, обязаны, во-первых, ввести два персонажа, которые должны встречать детей на пороге в школах. В школах первый персонаж это интерес, второй персонаж это благодарность. И все 11 лет, сколько ребенок учится, его внимание должно быть сконцентрировано на интересе, на благодарности. И если эти две красные ниточки, как нити ДНК, пройдут через школьный процесс, то на выходе мы уже будем иметь здорового физически и психически человека, который интересуется жизнью и который знает, как он будет проявляться в этой жизни. И тогда школа выполнила свое дело. Она дала знания и образования, которые необходимы ему. Которая на здоровом ДНК соткана. Благодарность и интерес. Благодарность и интерес. А это и есть искренность. И это прям вот с порога школы должны встречать два этих персонажа, которые будут вести этого ребенка и каждый раз свои подсвечивания. Ребенку будет и интересно, прикинь, да. Интересно, и он будет теплым расти. То есть живым. Благодарность, это ведь о жизни. Интересно и живой. Интересно и живой. А смотри теперь, неинтересно и неблагодарность. Неинтересно и умирает. Не умирает. Вот он и болеет. И в 10 классе приходит больно. Автомат, да. Так смотри, если даже через призму интереса и благодарности посмотреть на педагогов, которые в школе работают, на организацию всего процесса, на предметы, которые есть и так далее, то мы увидим перекосы такие, космические перекосы. Космические, это правильное слово. На мой взгляд, в школьной программе обязательно детям интересно рисовать с детского сада. Значит, рисование должно быть обязательно. И черчение должно быть обязательно. Детям интересно петь и танцевать. Значит, музыка должна быть обязательно. Причем музыка, чтобы был какой-то музыкальный инструмент хотя бы один обязательно войти в школьную программу. Смотри, какая личность получается. Танцы или физкультура должны быть обязательно, чтобы ребенок мог выбрать кто-то физкультура, кто-то танцевать. Именно выбрать. Кому что нравится. Опять-таки, театральные эти вещи, чтобы поставить у ребенка на поток его умения выступать, проявляться и так далее. Они должны быть обязательно в школьной программе. До девятого класса это обязательно должно быть в школьной программе. Не затолкать языками и физикой и математикой. Это тоже надо. Но не все же станут физиками и математиками. И кому-то это пригодится в жизни, кому-то не очень. Кому-то может быть не в таком объеме. А вот проявляться, быть талантливыми, иметь общее образование, иметь общую культуру, общее воспитание. Вот это же надо. И уже на основании этого, а у ребенка тогда сколько интересов зажигается, если у него есть знания в той же области музыки или в том же самом изобразительном искусстве, или все пошло. Труды обязательно должны быть, разные-разные труды, чтобы ребенка научить и вышивать, и шить, и там еще что-то мастерить своими руками. То есть это все должно быть. Это все общее развитие. Школа должна дать общее развитие, полное развитие во всех областях. А дальше уже скрупулезнее, он выберет сам. Даже название общее образовательное. Смотри, общее образовательное. То есть множество образов разных ребенок должен получить в школе. Вот эти знания по образам, чтобы определиться. Да, чтобы он много, общее, то есть много собранного, да, и образы, образования. То есть много чего. И музыка, и пение, и танцы, и спорт, и труды, и физика, химия пошло там дальше. Не пушками это выносить, чтобы это было в образовательном. И было интересно, а не нагружена физика, и она действительно не перегружена по 10 этих занятий на неделю физики, химии нет. И даваться это должно быть интересно. Да. Когда горишь, когда глазки горят, интересно, а не когда занудно по программному, по книжному, а сейчас еще покруче. Дети, прочитайте дома. Вообще круто. Ты такой преподаватель святой, просто вообще невероятно святой. Почитайте дома, но при этом ты требуешь, да? Да ты сам от себя потребуй сначала. Ты робот-автомат, а не преподаватель. Мертвый. Преподаватели основной своей массе, они мертвецы, на самом деле. Они хотят... И поэтому и дети мертвецы. Должны быть интерес и благодарность. Они должны встречать вдвоем директор школы и сам. в образе благодарности. И своим примером показывать на самом деле. А не сворой вот это и ругаться, и знаешь, как огрызаться, спорить там, драться за... Да, да, да. Очевидно, очевидно. Если в интересе, то детям и оценки не нужны. Тогда дети будут приводить к тому, что никто их не оценивает. Конечно. Они сами устанавливают цены своей работы. Да, да. Они будут приходить слушать «Разинов рот». Да, да. Вот такие школы, да. И тогда и самому... Ясно, что это начнется в Беларуси. пришла. А чтобы молодежь пришла такая... Смотри, как курица и яйцо. Что первично, да? Чтобы молодежь пришла такая, это надо, чтобы эта молодежь попала к таким... В том-то и дело. А это все из семьи получается. Блин, тут такая тема на самом деле. Тема темовская. Просто вот те же достигаторы, те, кто там мечтает о деньгах, миллионеры там, куча направлений было, которые вот направлены на то, что мы сможем, мы тут все станем миллионерами, мы достигнем, мы, 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 мы лидеры, да? Вот эти все лидерские программы, они же разбились о причал. Они пустые, потому что они в основу ставили деньги. А деньги, они не могут быть в основе, в основе может быть интерес. Деньги всегда едут тележкой сзади, за интересом. И если человек действительно искренне находит свой интерес и увлеченно занимается им искренне, открыто, честно развиваясь, при этом, чтобы сознание развивалось, и его интеллект получал информацию из разума о том, что есть такой жизненный опыт, он осознан, и пошло, 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 то это ведет к новым озарениям, к новым прорывам, и в научно-техническом прогрессе тоже. А пока о нашей науке говорить тоже не приходится много хорошего. Я предлагаю вообще даже записать ролик на эту тему отдельный. Я когда увидела очень уважаемую Черниговскую, которая никогда не будет Бехтеревой, потому что... Она очень хочет ей быть. Она очень хочет ей быть, потому что этот вариант, когда она просто тупо взяла практику зеркала и начала рассказывать как научную разработку а-ля то, что она придумала с изворотом, ну, слушай, вот так вся наука вывернута. Ты хотя бы скажи, где ты взяла? Назови ее правильным названием и дай правильную суть, а не через искажение вывертыши, ну, просто а-ля я такая умная и до этого додумалась. Ну, тогда ты суть не поняла. Но ведь она классический образец, как поступает наука. Друг у друга стебрили, да, воруют, переврали, положили свои слова, чтобы никто не узнал, чтобы не узнали по терминологии и исказили суть. Вот и вся наука. А, скажи, пожалуйста, искусственный интеллект на чем построен? На точно таком же. Точно так же. Пересобрать, переложить, перефразировать и переврать. Ну, тогда что наука есть? И-и. И-и. Роботы. Роботы. Так там, понимаешь, там чувства нету. Говорят об интуиции, которой в психике мы не нашли. А о чувствах же никто не говорит. Это чувствуется, как если бы. Ну, это же сразу привязано к опыту. А потому что нету такого опыта и нету такой чувствительности. Есть автоматизм с переверанием. Собрать в кучу чужое, перевернуть и переврать значительно легче, чем все остальное. Да. Так и есть. Вот она, луж. А потом, поэтому, что лифт болеет и умирает. И у Черниговской вот этот набор сбора вот отовсюду информации, у нее настолько это прослеживается. Знаешь, смешались кони, люди, там, это вот про нее. Я иногда, иногда, как-то было пару раз наткнулась на нее, и именно эти пару раз были про коньяк у нее. Вот она говорит научно, а потом, ой, надо выпить коньячку и все там. Думаю, ой, люди кое не смешались. Это просто, вот она, как ты говоришь, это правильно, действительно говоришь. Она хочет быть похожа на Бехтереву, но она далеко вообще. Это рядом не стоит. И близко. Это просто набор программ, который повторяет, копирует, ну, забирает, берет где-то и просто... ровнее, как работает и не боится. Да, и женщины там не чувствуется, вот она нет жизни, не чувствуется жизни, нет жизни. Жизни нет. Хотя при этом передача информации на молодежные круги, чтобы заинтересовать там психологией, достаточно... Да. И-и. И-и тоже молодежь слушает. Точно так же, как мои дети, пользуются чатом GPT и так далее. Да? Подробненько. Да, да. Так я же говорю. Я... Нам показывают, нам пора работать. О! Да, нам пора работать, и тогда мы тему интереса и деньги отложим на понедельник. Понедельник. И вечером через интерес, через практику покажем людям, как зарабатывать деньги. Ес. 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 Ес.